Здравствуйте, Накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко и вы на моем канале. Сегодня будет полезная информация для начинающих бровистов, а именно, как правильно тренировать нанесение краски в домашних условиях. Ну что, поехали! Я за то, чтобы изначально лучше тренироваться на бумаге, чем экспериментировать на моделях и на клиентах. Поэтому с помощью бумаги я вам покажу, как можно тренировать свою руку и выкладывать краски. Для этого нам понадобится карандаш для бровей и кисти. Я взяла карандаш Micromatic Dark Brown Elan и начинаю прорисовывать бровь. Видите, салфетку взяла рельефную, чтобы было правдоподобно коже, потому что у кожи есть поры. Когда мы рисуем карандашом, очень важно, чтобы острие карандаша было в мини, а тело в брови. То есть вот так мы не рисуем, иначе вы вымажете кожу сверху. И движения у нас идут, смотрите, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. То есть я нарисую широкими движениями. И карандаш держу достаточно близко, чтобы у меня была фиксация. Прорисовала низ брови. Я прорисовываю, опять-таки, у меня острие в мини, то есть развернула руку. А тело карандаша уже в брови. Рисовываю себе форму. Очень хорошо вам будет тренироваться еще тогда, когда вы будете рисовать две симметричные формы и прокладывать уже на левую и правую. Прорисовать. Дальше. Изначально я всех учу накладывать краску маленькой тонкой кисточкой. Это единичка Blackwood. Как я делаю? Беру краску. Я сейчас показываю точно так же, как я делаю на бровях. Проложила в центр. Раз. Взяла краску еще раз. Проложила в центр. Два. Потом беру краску чуть-чуть на кончик кисти. И кисть ставлю 45 градусов. И постепенно, постепенно начинаю двигаться. Четко-четко в линии. Вам изначально не видно, как краска, потому что я только замешала краситель. Он еще не проявился. Когда он проявится, вы увидите четко, что форма. Четкая форма. И острие кисточки должно быть в линии, а тело кисти в брови. Прорисовали. Дальше. Я вот так краску не прокладываю. То есть, опять-таки, руку развернула на клиенте. Взяла чуть-чуть на кисточку. И на кисть не давлю. Если вы не давите на кисточку, видите, у вас получается ровная линия. А если вы надавите на кисточку, например, взяли много и надавили, у вас ровной линии не будет. Краска будет вылазить. То есть, мы здесь вверх сделали. Делаем низ. И все выполняем последовательно. То есть, я изначально прорисовала верхнюю линию от начала до хвоста. Точно так же и нижнюю линию. От начала. И движениями двигаясь туда-сюда, прорисовываю нижнюю линию. Четко-четко в линии. Сделала. И смотрите, пока я наносила краску, из-за того, что у меня тело кисточки идет в тело брови, у меня краска автоматически уже распределяется по брови. То есть, мне не нужно делать вот такие вот движения, чтобы у меня закрасилась бровь. Дальше я просто набираю много на кисть. И уже прокладываю. Мне нужно плотно заполнить мою бровь. Я не растягиваю краску. Просто прокладываю. В линии не лезу. И очень важный момент относительно внутренней части. Внутреннюю часть я оттушевываю от. То есть, как будто бы краску убираю. Если я начну двигаться вот так, видите, у меня будет четкое начало. А мне оно, например, не нужно. Я хочу сделать омбре. Поэтому я краску как будто бы убираю. И делаю мягкое-мягкое начало. И сейчас вам на бумаге очень важно просмотреть, чтобы все места были заполнены. А вам это хорошо видно, потому что бумага светлая. После того, как я все проложила, беру кисточку, тройку. Тоже Blackwood. И смотрите, на бумаге это не совсем будет видно. Но вы после бумаги хорошо бы оттренировать это на руке все. Кстати, у меня есть видео, где я показываю, как можно на руке оттренировать четкое нанесение карандаша. И как делать ровный инстамин. Делаю кисточку, тройку. И веду прям возле-возле меня. Видите? Четко веду до наивысшей точки. Оторвала, вытерла. Потому что если вы будете делать вот так, вы краску просто растираете. А вам нужно краску распределить максимально ровно возле меня. Раз, распределить, вытерли. Дальше я наивысшую точку пропускаю. Потому что если вы пойдете по наивысшей точке, вы ее, как правило, измените направление. Поэтому я ее пропустила. Поставила рядом возле хвоста. И раз, правила. И смотрите, зафиксировала руку. Я не делаю вот так. Потому что иначе у вас краска поползет вниз. То есть еще раз. Взяла, давила четко до хвоста. Зафиксировала руку, оторвала, кисточку вытерла. Низ брови точно так же. У вас кисть должна лежать ребром. И вы проводите по нижней линии. Раз. Если вы оторвали, каждый раз себе правило запомнили. Оторвали. Вытерли. Оторвали. Вытерли. Это относительно, как мы делаем, на чемпионаты. Чтобы у нас четко-четко были линии. Также я в своей работе могу прокладывать краску F08. Там система будет немножко другая. То есть, когда вы набираете краску, когда у вас набрана краска, вы эту краску просто поддавливаете. Поддавливаете в линию. Конечно, из-за того, что кисть у вас больше, у вас окрашивание, нанесение краски будет намного быстрее. И точно так же вы и этой кистью можете себе оттренировать технику вот таким образом на бумаге. Видите, положила кисточку. И так же с самого начала я себе просто краску поддавливаю. Еще раз покажу свою две любимые кисточки для нанесения. Это Blackwood номер один. Видите, тонкая, острая, для очень четких таких инсталин. И если мне нужно сделать быстро брови, либо у меня бровь очень широкая, это кисть F08. Также Elan. Она идет как толстая кисть для подводки. Надеюсь, мое видео было вам полезно. Обязательно тренируйтесь дома. Отмечайте меня в Instagram, в Stories. И я вам буду комментировать, что у вас получается, а что можно подправить. Всем пока!